МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О мифах, о ее фактах, о войне Второй мировой, о роли Одессы в этой войне, о том, что происходило здесь во время оккупации. Сейчас мы будем говорить о дате, о которой, казалось бы, люди моего поколения уж точно, кто постарше, тем более, может быть, кто-то помладше, всегда знали, что 22 июня 1941 года вероломно нацистская Германия напала на Советский Союз. И вот этот шаблон, он был такой, которым вы его видите сейчас. Это голос Левитана, это хроника. Мы понимали, что это только так, а не иначе. Давайте вспомним. Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление Советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунах и другие. Киев бомбили, нам сообщили, что началась война. Эта песня использовалась потом часто в советских кинофильмах. Под эту песню люди уходили на фронт. По крайней мере, мы об этом знали. Но сегодня хорошо понимаем, что вокруг этой темы, вокруг этой даты, она трагична, конечно же, в любом случае. Вокруг этой даты очень много мифов. Мы о них и поговорим сегодня, поговорим и о фактах. С человеком, который знает об этом, наверное, чуть больше, чем остальные. И мы благодарны, что он приходит в нашу студию, и мы общаемся на эту тему. Я всегда с удовольствием подчеркиваю. Мы хороший друг, товарищ, уже очень многие годы. Александр Бабич, историк, писатель, сценарист. Можно дальше продолжать, Саш. Вот так, да, мы понимали, что начиналась война. И это правда. Это был тот шаблон, от которого ни влево, ни вправо уже никто не отходил. И мало кто задумывался до определенного момента, почему именно Левитан зачитывал это обращение к советскому народу, а не Сталин. Да? Чья книга сейчас у тебя, кстати, вот лежит. Да, я так на всех случаях. А вот это обращение Левитана, это, понятно, что это факт, конечно, да, исторический. Тем не менее, вокруг него было много мифов. Почему Сталин не выступил тогда? Этот вопрос до сих пор остается открытым. Потому что до сих пор не напечатано ни одно исследование, которое бы давало однозначный ответ, что происходило в этот момент в голове у Сталина, и почему он перед народом выступит только 3 июля. Это при том, при том, что, как мы понимаем, абсолютно все, что происходило тогда в стране, зависело от дыхания Сталина. От того, что он произнесет в итоге в микрофон, или то, что в итоге он там где-то подпишет, и потом это уже озвучит тот же Молотов. Действительно, только спустя 8 часов к народу, после начала войны, спустя 8 часов к народу обратился Молотов. И, собственно, сейчас вот звучал ли абсолютно точно первый абзац речи Молотова? Левитан ее озвучил. Есть до сих пор серьезная проблема с пониманием вообще, почему произошло 22 июня. То есть если мы абстрагируемся от того, что есть абсолютно понятная вещь. 22 июня на рассвете, в 3.15 самолеты, в 4 часа пехотные части пересекают границу, и начинается действительно уже советско-германский конфликт, непосредственно военное столкновение. Вот почему, собственно, происходит трагедия 22 июня? Страшные потери первых недель, месяцев войны, даже если совсем говорить точно 41-42 год. Да, это же все, в общем, такие проигрышные года для компаний, по крайней мере, со стороны Красной Армии. Вот эти причины до сих пор не находят объяснений. Я сейчас сижу над лекцией, знаешь, я собираю, ну, просто вот все-все-все какие-то материалы, которые есть, какие-то очень сильно пророссийских историков, каких-то там крикунов непонятных, которые решили, что они могут себе позволить там в этом разобраться. Список громадных причин. Все их там называют, называют, реально их там можно называть, там несколько сотен, наверное, причин. Но внятного ответа все равно нет. Основная причина у нас до сих пор, не у нас, у нас в ближайшее время, скорее всего, этой возможности не будет в силу того, что россияне снова очень жестко закрыли свои архивы. И даже российские историки, даже историки, которые лояльны к российской власти, они не имеют возможности получить окончательно весь тот пакет самых важных документов, которые могут бы дать ответы на вопрос. Из-за этого и роятся вот эти версии, да, там, ах, Сталин не знал. Ребята, оставьте это, потому что, знаешь, я сейчас был на книжном арсенале в Киеве, и я купил себе сборник документов Центрального архива СБУ, который издается в Союзе с Киево-Могилянской Академией. Это вот такиный фолиант, я его хотел взять в студию, он реально очень тяжелый. Это порядка там 100-600 страниц. Ничего, кроме документов. Значит, просто документы. Они там, причем это работа советских спецслужб, органов НКВД с 1939 по 22 июня 1941 года. И они там поделены на четыре блока. Один блок — это доклады о состоянии на границе, доклады об каких-то вещах, ну, например, что происходит на немецкой территории, какие перебежчики опрошены. Ну, так на секундочку, это где-то, соответственно, если это четверть книжки, это где-то в районе там 400 страниц документов. То есть это больше, чем эта книга. Вот только вот это все, это то, что прошло через украинское НКВД. Это без Белоруссии, без прибалтийских округов, да? Это все... Тоже приграничное. Да, да, да. И плюс еще, понятно, на Москву непосредственно заходила информация там где-нибудь с Ближнего Востока, от агентуры какой-нибудь там с Дальнего Востока, да, где тоже проскакивала какая-то информация. И все дружно, весь 41-й год и 40-й год, они докладывают о том, что Германия готовится напасть. Что передислоцирована такая-то танковая часть, расположена в таком-то приграничном городке. Что прибежал такой-то железнодорожник-поляк, который сказал, заехала немецкая часть, и немцы говорят там, в 20 июня мы идем на Москву. Еще, еще, еще. То есть это реально, это огромный пласт документов. Да, надо понимать, что точной даты 22-го 4 утра, вот этого как раз не было у Сталина на столе. Но все равно, мы же с тобой, да, ты военный человек. Коль скоро мы понимаем, что здесь, на границе, сконцентрированы там 70 дивизий. Боевых. Танки гудят, да, исключительно боевых. То есть там речь не идет о том, что там пионерские лагеря для Гитлер-Югента. Там только танковые части, причем с количеством, с номерами, с фамилиями командиров доклады, понимаешь? То есть действительно работает вполне качественно наша агентура. Вполне качественно работают пограничники, которые докладывают, там подъехало 50 человек в гражданском, два дня в бинокль рассматривали наше приграничное укрепление. Уехали. Там прибыл литерный поезд, в котором генерал такой-то, генерал такой-то, генерал такой-то, которые прибыли непосредственно на границу, изучали наше приграничное укрепление. То есть это действительно огромные документы, от которых невозможно было отмахнуться. Но в итоге армия 21-го числа получает очень странный приказ не поддаваться на провокации, но тут же привести части в боевое состояние. И представляешь, да, командир получает приказ, в котором две взаимоисключающие, вот директива номер один, так называемая, 21 июня вечером, она в войска поступила, правда, в 2 часа, 22-го. Но там две взаимоисключающие фразы. И сидит командир, запуганный до нельзя, да, обычный какой-нибудь майор, я не знаю, там, или комбриг какой-то, который прошел уже, это 37-39-е годы, эти жуткие репрессии, которые боятся вообще уже там дышать в этой армии. Нулевая инициатива, зато максимум испуга. И он сидит и думает, ну вот сейчас там полезут, я стрельну. Ну, через день я буду уже сидеть в... В лучшем, в лучшем расстреле. Нет, сидеть и через неделю я буду расстрелян за то, что из-за меня там возникла какая-то непонятная приграничная... Там факторов, на самом деле, до утра. Но то, что Сталин знал, и Сталин готовился к этой войне, и была проведена фактически миллионная тайная мобилизация, когда, не оглашая мобилизацию общую, просто офицерам запаса или солдатам приходили в дом, и повестка вручалась просто вечером на пороге дома, и давался четко направление, куда он должен прибыть, в какую-то приграничную часть. И армия вырастает у нас, да, там в 1939 году полторы тысячи, в 1941 мы имеем там 5200 примерно. Да, готовились однозначно. А вот что произошло в 1922, вот это вот дальше начинает... Смотри, ну в начале был тот самый 1939 год, и известный, позже же известный, совместный парад в Бресте. Сейчас наши телезрители эту хронику увидят, и, может, вот тогда уже эта война, не Вторая мировая, а то, что мы называли до последнего времени Великой Отечественной, и начиналось. Мы видим подписание документов, так называемого... Пакт Молотова и Риббентропа, да, да, да. О разделе Польши и влиянии в Европе. И потом будет совместный парад, когда офицеры Красной Армии будут обниматься с офицерами Вермахта, это все на кадрах хроники выглядит. Вот это как раз Брест сейчас. Да, люди улыбаются, все хорошо, дружат, все нормально. Но уже тогда вот эта всеобщая ненависть была, всеобщая подготовка к тому, что произойдет 22 июня. Как ты считаешь? Я, ну, смотри, на самом деле... Ты понимаешь, что версии может быть много. Смотри, смотри, когда смотришь систему довоенных договоров, то начинать ее надо даже не с Пакта Молотова и Риббентропа, надо смотреть, наверное, еще с Мюнхенского договора, когда Гитлер и Муссолини вместе с Деладье и Чемберленом отдают на растерзание немцам Судетскую область, да, и Германия аннексирует часть Чехословакии. Потом она захватывает всю Чехию. И вот тут вот эта политика примирения, она очень сильно похожа на то, что происходит у нас сейчас в мире. То есть все боятся откровенно Путину сказать, что он — это реинкарнация Гитлера. То, что делает сейчас Россия, абсолютно повторяет шаги Германии. При этом, как ни странно, то, что делает сейчас Путин, еще очень сильно повторяет то, что делал Сталин. Идет попытка найти себе союзников и стравить их между собой лбами. То есть в данном случае, если тогда основными игроками были на Европейском театре это Англо-Французский союз, Германия и Сталин, остальные мелкие государства, кстати, мелкие государства тоже отнюдь не белые и пушистые, у той же Польши с 1934 года договор о ненападении с Германией. И та же Польша отхватывает свой кусочек Чехии, когда вот это идет. И с удовольствием это делает, да. А вот дальше все ждут, ну окей, вот сейчас они там передерутся, а я потом уже приду разгребать жар, да. Я, ну вот, знаете, китайское там лев с тигром сцепятся, а обезьяна посидит на дерево, пока это все закончится. Вот Сталин ждет, когда там Гитлер сцепится с англо-французскими войсками. При этом Гитлер очень сильно хочет, чтобы Сталин был в конфликте с Британией. Если помнишь, после пакта Молотова-Риббентропа в ноябре 40-го года Молотов едет с огромной делегацией в 62 человека в Германию, он даже повара и парикмахера с собой повез. Это правительственная делегация, где Советскому Союзу предлагается вступить в ось Италия, Германия, Япония по разделу британского наследства. И очень серьезные переговоры Молотова и Гитлера продолжаются несколько дней. И Советский Союз выдвигает свою череду требований, отхватив уже там всю Прибалтику, получив Бессарабию и Буковину, там, получив по зубам Финляндии, да, Советский Союз просит Болгарию, военные базы в Дарданеллах, и дальше движение через Кавказ в сторону нефти. Немцы сначала предлагали Индию советам, а Сталину как-то чай меньше интересен, нежели нефть, и он просит вот как раз на Иран туда движение. И после того, как Советский Союз вот это все проговорил, Гитлер взвыл, говорит, ребята, не слишком вы много хотите, он спрашивает Молотова. Молотов говорит, позвольте, вы получили уже почти всю Европу, да, к тому времени уже, там, и Франция захвачена, и весь Бенилюкс, и Скандинавия есть немцы. А Гитлер говорит, да, но мы хотя бы воюем, а вы просто приезжайте на переговоры и требуйте полземного шара. Вот. И переговоры сходят на нет, и по возвращению Молотов уезжает, да, из Берлина. То есть возможность договориться в любом случае была. Была, безусловно. Если бы у Сталина были меньше аппетиты в данном случае, то вполне вероятно, что та война развивалась бы совершенно по-другому сценарию. Если бы ноябрьские переговоры 40-го года закончились вот пожатием рук между тогдашним премьером Советского Союза и Гитлером. То есть фактически мы можем говорить, да, я понимаю, что история не терпит, да, сослагательное наклонение, тем не менее, могло быть так. Но то, что нас могло не быть, это понятно, да, а живущих здесь сейчас и находящихся в этой студии, не было бы такого дня, на котором спекулируют, как 9 мая. Да, тогда бы, я не знаю, мы бы могли праздновать победу с нацистами вместе над англичанами, да. Ты понимаешь, ты прав абсолютно. Я даже боюсь предположить, каким образом могла бы развернуться история, причем таких-то переговоров, потому что череда их идет, да, и все время идут торги. Англичане с французами тоже не белые и пушистые, да. Они, ненавидя искренне Сталина, понимая, что он такой же монстр, как и Гитлер, тоже не торопились в союз с ним. И когда мы потом получили, да, ленд-лиз, и мы получили вот этот замечательный уже там союзный договор, который-то и победит нацистов, но до этого-то они, в общем, совсем-совсем не хотели. Тут, в общем, выбирали каждый из меньшего зла. И каждая страна готовилась к войне, каждая по-своему готовилась. Вот Советский Союз, он как раз не успел приготовиться, как по мне, вкладывая все силы страны, то есть вот это, да, мы же понимаем, что такое голодомор. Голодомор результат того, что весь хлеб, который изъяли у крестьян, был пущен на производство оружия в конечном итоге, да, милитаризацию страны. Мы понимаем, что там создание... То есть, когда говорили индустриализация всей страны, на самом деле проходило все по-другому, все было цвета хаки. Ну, конечно, конечно же. Если говорить, что так было оба. Конечно же. У нас ведь каждый завод промышленности всегда был оборонным. Да, к тому времени у советской стороны уже нет такого золотовалютного запаса, который бы позволил покупать, скажем, современные станки для протачивания стволов, например, танковых, да, или особо редкие металлы, которые необходимы были для производства, например, в авиации, да, того же там алюминия или магния. Соответственно, где взять деньги? Тогда же не было такого количества добычи нефти и газа в советской стране, чтобы углеводородами торговать. Что они там на Кавказ стремятся дальше? Не было такой разработки. И в итоге начинаем взымать у несчастных крестьян хлеб тотально, продавать его на Запад, когда здесь умирают свои. И вся страна живет все время впроголодь. Она живет впроголодь до войны, она живет впроголодь после войны. Только потому, что мы все это время вот варим эту огромную, не знаю, бронебойную дубину. И все силы уходят туда. Саша, есть еще два момента, о которых хотелось бы сегодня вспомнить. Понимаю, что в 25 минут уместить, да, всю тему просто нереально невозможно, как и в несколько часов, да, и, наверное, в дни эфиров. Это чистка Красной Армии, 37-39 год, и это потери в начале войны. Окончательная цифра сегодня есть. Мы говорили о потерях в войне вообще, да, какая цифра сегодня уже существует. Вот что это было на самом деле, да, особенно командирская чистка? Это действительно уничтожение шпионов-вредителей, или это борьба внутренних каких-то советских кланов в том числе? Ну, скорее так. Сталин объективно понимает, что его единовластью может помешать только армия. Крестьянство он уничтожил, ну, партийные какие-то, у нас однопартийная система, да, фактически все оппоненты партийные закончились там с высылкой Троцкого. А дальше остается только одна сила. Это армия, причем там были действительно ребята достаточно толковые. При этом мы замечательно понимаем, что в этих же командирских кадрах были какие-то большие бузуки, выросшие в гражданскую войну, и отнюдь не семи пядей во лбу. И там были растратчики, и там были взяточники, я не знаю, там были какие-то, отнюдь не самые умные генералы, которые попали под репрессию, там и такие были, да. Но при этом армия теряет все равно огромный пласт тех командиров, которые уже 20 лет, ну, многие даже имеют там опыт еще службы империалистической российской армии, да, это были кадры военные. Им не надо было уже объяснять каких-то простых вещей элементарных. И итогом репрессии 1937-1939 года, ну, ты помнишь, да, что из пяти маршалов было расстреляно трое. Трое, да. У нас фактически было расстреляно почти все звено комдивов, комкоров, там, фактически 100%. И к власти вынуждены подниматься, мало того, что очень быстро, те люди, которые не дослужили там ни мозгами, ни своим образованием, еще это в основном те люди, которые абсолютно лояльны к власти, а, соответственно, лишенные инициативы, запуганные, готовы выполнить любой приказ, даже самый бестолковый, да, без обсуждения его. И приходит вот эта когорта. Ведь 41-й год мы встречаем с, во-первых, с очень раздутой армией, быстро раздутой армией за каких-то полтора года, соответственно, не успевшей вырастить, ну, например... То есть количественный фактор играет главную роль, не качественный, понятно. Нет, в данном случае качество было важнее. У нас не было достаточного количества тех командиров, которые получили не то чтобы боевой опыт, они даже опыт учений не получили. Когда проводятся учения 40-го года, по-моему, мартовские учения, там в одном из отчетов написано, лейтенантский состав абсолютно не умеет читать карту. Они не знают топографии тотально. У нас же армия крестьянская, ты понимаешь, что у нас фактически до 36-го года подход, что мы набираем в основном из крестьян. Флот обеспечивается рабочими, а крестьяне идут у нас в армию. И, соответственно, твой социальный статус, социальное происхождение, оно намного важнее, чем твои мозги. У нас 7% командиров имело высшее образование, всего 7%. Ты понимаешь, что это такое? Это люди, у которых недостаточное развитие интеллекта. Я не хочу обидеть, боже, избавь, чтобы меня сейчас не подумали, что я кого-то очерняю. У нас выкристаллизуются потом гениальные командиры, появятся замечательные командиры. И мы за это заплатим сумасшедшие... Вот эти потери в начале войны, первый год, второй год войны. Ну, очень трудно не говорить цифры. Ну, вот, что я взял книжку, да? Я тебе хочу просто рассказать, показать такой интересный факт. Я не знаю, знают ли наши читатели, еще один фактор, который приводит к этой страшной беде. Это ложь, тотальная ложь. Речь Сталина 6 ноября 1941 года. Это вот в метро, помнишь, когда вот там произносят он, это понятно, к 7 ноября. Звучит. За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч и пропавшими без вести 378 тысяч. За тот же период враг потерял убитыми, ранеными и пленными более 4,5 миллионов человек. Ну, так, чтобы понимать, за эти 4 месяца, точнее, за 41-й год, советская армия, красная армия, потеряла только сдавшимися плен, 3 миллиона, 355 тысяч человек. Немцы всего за всю войну потеряли 3 миллиона 337 тысяч. Это по официальной статистике, которая сейчас, ну, как бы принята всеми мировыми историками. Сталин уже озвучивает цифру 4 миллиона. Понимаешь? Как раз к 31-му вермахт потерял убитыми всего 173 тысячи. 173 тысячи. Представляешь, на порядке, на несколько нолей Сталин врет. Саш, финальный вопрос, финальный, действительно, очень кратко. Свою некую сакральность 22 июня потеряет с годами или нет, когда вырастет другое поколение людей, думающих и читающих? Я так думаю, что правильно будет, если она будет восприниматься как одна из ключевых дат Второй мировой войны. То есть, когда два больших режима, гитлеровский и сталинский, столкнулись между собой. Планировавшие эту войну. Да, но навсегда при этом она должна остаться одной из самых трагических дат в истории нашего народа. Это, наверное, та дата, когда мы должны помнить, как минимум, для начала. Да, потому что Сталин играл, но за это заплатил сумасшедшую, страшную цену наш народ, наши семьи, наши предки. Саша, спасибо огромное. Всегда с удовольствием слушаю, всегда с удовольствием буду приглашать, потому что мифов очень много, фактажа, наверное, еще больше. Спасибо. Пожалуйста. А к вам, уважаемый телезритель, могу обратиться только с тем, что сказал чуть меньше минуты тому. Надо помнить, и это самое главное, помнить, чтобы знать, и знать, чтобы помнить. До встречи на седьмом. Субтитры сделал DimaTorzok